Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире университетский хронограф. Наступил новый учебный год, но с вами по-прежнему я, студенческий директор Универ-ТВ Екатерина Михайлова. И мы открываем десятый юбилейный телесезон. Всем привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире университетский хронограф. До новых встреч! Пока! До встречи! До встречи на следующей неделе! Выпуск нового сезона нашей программы «Неразрывно» связан с началом учебного года. 1 сентября кто-то привычно открыл двери родного университета. А вот первокурсники ТВГУ впервые встретили День знаний в роли студентов. Подробнее об этом в сюжете Георгия Жилкина. Торжественная встреча началась с официальной части и напутственных слов почетных гостей. В информационно-библиотечном центре собрались первокурсники ТВГУ, набравшие самые высокие баллы на ЕГЭ. На память о встрече им подарили знаки отличия, выпущенные в честь 150-летия основания университета. Ребята могли поступить в любой вуз страны, но выбрали наш Тверской государственный университет. Мы уже успели познакомиться с многими девочками и парнями с направлением лингвистики. Это очень дружелюбные ребята. Я очень счастлива, что у меня теперь есть такие знакомые, потому что о таких я даже не могла мечтать. После официальной части первокурсников ждал квест, где они могли поближе познакомиться как с общей учебной программой, так и с интересной внеучебной жизнью студенческого сообщества. Масштабность квеста поразительная. Организаторы задействовали улицу и целых три этажа нового культурно-досугового центра. По всему зданию были разбросаны станции, на которых ребятам рассказывали об организациях, кружках и клубах, которые есть в нашем университете. И это далеко не все. Первокурсников ждали интерактивные задания и конкурсы, которые заставляли и попотеть, и пораскинуть мозгами. По завершении квеста участников ждал сюрприз. Чем больше точек прошел, тем ценнее подарок. Мы проходили вместе конкурсы, мы узнали друг друга, узнали свои какие-то особенности. Кто-то там поет, кто-то играет на каких-то музыкальных инструментах. И это было очень интересно и познавательно. Я очень рада, что сюда пошла и выиграла ценный приз. Вот таким насыщенным и захватывающим получился прошедший день знаний. Всем желаем хорошего учебного года. А с вами были Георгий Жилкин и Алексей Горобий. Ежегодно 3 сентября мы отмечаем День солидарности в борьбе с терроризмом. Никогда не стоит забывать, что мы достаточно сильны, чтобы дать отпор этой страшной угрозе человечеству. О трагедии, которая 16 лет назад потрясла все мировое сообщество и о том, как это не повторить, смотрите в нашем следующем сюжете. После одного из крупнейших и наиболее циничного акта терроризма в России, захвата средней школы в городе Беслане, президентом Российской Федерации было принято решение кардинально изменить подход к антитеррористической деятельности, в том числе путем привлечения к решению данной задачи всех министерств, ведомств, гражданского сообщества страны. Вот уже 12-й год День знаний проходит вместе с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. На первом уроке в средней школе номер один города Беслан 1 сентября 2004 года случился чудовищный акт терроризма, который потряс всю страну и сломал судьбу многих людей, восстановить которые теперь никто не сможет. Несмотря на то, что это было уже давно, не одно десятилетие, тем не менее скорбь от этого события не уменьшается. Этот день навсегда скорби отражается в наших сердцах, всех тех, кто помнит о страшной угрозе терроризма. Во всех учебных заведениях Тверского региона проводится большое количество мероприятий, которые свидетельствуют о том, что память наша не умаляется, а наоборот, неприятие терроризма только усиливается. В этом году делегация ТВГУ посетила Беслан, чтобы оказать поддержку со своей стороны и рассказать о борьбе против терроризма, которая проводится в стенах нашего университета. Безусловно, все люди должны понимать, что терроризм не принесет ничего хорошего нашему миру. И все мы должны быть бдительными, быть осторожными и должны везде приниматься меры безопасности. Это, на мой взгляд, должны быть металлоискатели, должны находиться, также должна находиться постоянная охрана, особенно в местах большого скопления людей. Люди должны спокойно реагировать на меры безопасности, то есть они должны спокойно проходить допуски, разные осмотры и так далее, для того, чтобы избежать каких-то критических ситуаций и во имя избежания актов терроризма. Помнить и не забывать, и передавать эти знания следующим поколениям. О солидарности в борьбе с терроризмом Александра Зорина и Алексей Горобий. Говоря на такие темы, как День солидарности в борьбе с терроризмом, важно не только помнить о произошедших трагедиях, важно создавать новый прогрессивный мир, в котором нет места терроризму, воинам, агрессии. 7 сентября в стенах математического факультета Тверского государственного университета прошло торжественное открытие лабораторий сети и систем передачи информации. Подробнее об этом событии в сюжете Альбины Гурьяновой. Начало учебного года для студентов третьего корпуса Тверского государственного факультета началось с хороших новостей. Уже в ближайшее время они смогут работать в новой аудитории – современной лаборатории, отремонтированной Тверским технологическим центром «Эксценчо». Уже мы сегодня показали студентам эту аудиторию, они сказали, вот вы здесь учите, вы здесь и будете учиться. И, конечно, надеемся, что это только первый шаг нашего сотрудничества, такого более тесного. И дальше и университет со своей стороны будет эту лабораторию развивать, потому что нам надо ее оснащать уже техникой и программным обеспечением. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо вам. Дорогие коллеги, друзья, потому что только друзья делают такие подарки. Мы все время работодатели рассматривали с таких нескольких позиций. Это те люди, которые, собственно, говорят нам о том, а какую же программу следует открывать и чему учить наших студентов. Учат жизни. Да, да, да. Соответственно, на всем протяжении жизни образовательной программы курируют этот процесс, и будучи преподавателями, и беря наших студентов на практику. Ну а теперь, оказывается, работодатели открываются с новой стороны. Они еще делают такие замечательные подарки. И совершенно правильно вы сказали, что сейчас вы инвестируете в стены, но на самом деле это не в стены, это, безусловно, в наших студентов, которые, я уверена, станут вашими сотрудниками. Поэтому большое вам спасибо. Давайте дружить дальше. Спасибо. Более половины сотрудников Accenture – выпускники Тверского государственного университета. Поэтому компания решила внести свой вклад в образование студентов. Какие возможности даст лаборатория, объяснил Дмитрий Горынин. Она, во-первых, дает возможность обучаться в комфортных условиях, которые соответствуют, скажем так, мировым стандартам. С другой стороны, мы эту лабораторию будем поддерживать своей экспертизой, провозить здесь мастер-классы. Соответственно, для студентов это возможность узнавать новые технологии и получать опыт реального IT-производства современного. Всего за два месяца из двух скромных аудиторий с партами и стульями сделали современную лабораторию. Почему именно на математическом факультете, рассказала Юлия Чемарина. Именно на математическом факультете реализуется программа специалитета «Компьютерная безопасность». Почему математический факультет? Потому что специализация – это математические методы защиты информации. И сетевая безопасность при этом – это одна из, наверное, основных составляющих вот этого специалитета. И, конечно же, для реализации дисциплин, связанных с сетями, с компьютерными сетями, с построением защищенных сетей. Вот для этого нам необходимы лаборатории именно сетей и систем защиты информации. Вот и подошло к концу долгожданное открытие. Надеемся, что новая лаборатория позволит студентам учиться эффективнее и интереснее. Порадовались за университет и мы – Альбина Гурьянова и Алексей Горобий. Начало учебного года славится не только яркими событиями, но и вопросами, которые накопились у студентов за лето. Вопросами ректору. Наверное, поэтому Людмилы Николаевны так много в нашем сегодняшнем выпуске. На острые и не очень вопросы ответит ректор ТВГУ в нашей следующей постоянной рубрике. Смотрите сами. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Добрый день, уважаемые универтовые. Наш ВУЗ в этом году празднует юбилей – 50 лет в статусе университета. Почему это очень важно и что это значит лично для вас? 50 лет назад произошло грандиозное событие не только для нашего тогда Калининского педагогического института, но и для всего региона. Университет – это совсем другой статус. Университет – это гораздо большее количество направлений, образовательных программ. Это такой серьезный толчок к развитию не только коллектива ВУЗа, но и всего региона. Было открыто множество новых специальностей, интересных. На университет приехали известные профессора со своими школами научными, со своими идеями, которые живут до сих пор. Потому что делать тех людей, которые приехали в наш университет и посвятили ему свою жизнь, свою деятельность, оно живет и продолжается. Недаром в научном плане наш университет держит марку, и до сегодняшнего дня, я думаю, так будет всегда. Для меня лично я училась уже в университете, и я считаю, что университет – это очень престижно, это инновационно, как теперь принято говорить, но и это, конечно, звучит гораздо интереснее, чем институт, на мой взгляд. Мы очень рады встречать новый учебный год. Расскажите, какие значимые и интересные события ждут студентов? У студентов всегда событий очень-очень много. Во-первых, продолжаются празднования и различные мероприятия по изменению статуса вуза. Конечно, 50 лет назад это и воспоминания преподавателей, которые участвовали еще и помнят, как это проходило. Эти бесценные воспоминания сейчас мы собираем и надеемся, что будет конференция в ближайшее время в этом году, скорее всего, в ноябре, в декабре, где об этих воспоминаниях и о том, как происходил сам переход из института в университет, будет очень серьезный разговор. Проходят различные студенческие мероприятия. Для студентов, как всегда, подготовлен интересный квест об истории нашего университета, подготовлены интересные призы. Кроме того, спортивная жизнь университета, как всегда, бьет ключом, и сейчас будут спортивные соревнования между институтами и факультетами. Продолжается работа зала виртуального, который мы закупили в прошлом году, и, соответственно, этот виртуальный концертный зал очень востребован нашими студентами. Поступило много талантливых первокурсников, которые найдут возможность приложить свои силы и умения, и раскрыть таланты именно в этом концертном зале. Кроме того, началась запись на различные секции, кружки, объединения, потому что в Тверском государственном университете очень серьезно ведется внеучебная работа, и на любой вкус, по любому желанию, студент может найти себя не только на занятиях, но и во внеучебной деятельности. Спасибо большое вам за ответы на вопросы. Спасибо. День знаний празднуют не только студенты. В первую очередь, это праздник школьников. В сюжете Екатерины Андреевой смотрите, как прошло 1 сентября для учеников Академической гимназии имени Пал Палыча Максимовича. Ну вот и прошло 1 сентября. В Академическую гимназию имени Максимовича вновь пришли талантливые и умные ребята, которые жаждут влиться в учебный процесс. И это неудивительно. Гимназия славится своим высоким уровнем обучения, который был бы невозможен без сильного педагогического состава, а подтверждение тому – прошлый учебный год. И в этот торжественный, замечательный для вас день, который становится отправной точкой для вашего будущего развития, для вашей будущей жизни, хочется пожелать вам, конечно, в нынешних условиях, прежде всего, крепкого здоровья, терпения, мужества, потому что вы живете в удивительное время и входите в зрелую, взрослую жизнь, в интересные события, которые, возможно, и даже не сомневаюсь в том, отраслятся на жизни каждого из вас. Этим летом в гимназии прошла торжественная церемония выпускного вечера. Талантливые, красивые и нарядные выпускники получили свои заслуженные аттестаты о среднем общем образовании, попрощались со школой, чтобы сделать шаг в новую и не менее увлекательную студенческую жизнь. Почетные гости и преподаватели искренне поздравили ребят с выпуском и вручили аттестаты. 33 обучающихся и среди них 18 гимназистов третьего губернаторского класса получили аттестаты с отличием и были удостойны медали за особые успехи в учении. Этот год стал рекордом по их количеству. На этот год у нас достаточно большие планы. Мы хотим образовательный процесс в условиях некоторого ослабления опасности инфекции перестроить, перестроить в сторону большей активности, если можно так сказать, активности и в плане учебных мероприятий, в плане внеучебных мероприятий, в плане взаимодействия с организациями, партнерами. Выпускной вечер прошел с соблюдением всех необходимых санитарных мер, что не помешало на торжественной церемонии выпускникам станцевать вальс. А нам, Екатерине Андрееву и Алексею Горобию, пожелать будущим студентам и нынешним ученикам гимназии крепкого здоровья, а также успеха в учебе. Пожалуй, это лето выдалось таким же прекрасным, как и выпускной бал учеников Академической гимназии имени Максимовича. Но чего же ждать от осени? Спросим у проректора ТВГУ Натальи Сердитовой. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна! Здравствуйте, Екатерина! Нас ждет насыщенная мероприятиями осень. Так сейчас продолжается сбор заявок от студентов нашего университета для участия в проектно-образовательном интенсиве, который проводит университет 2035. От идеи к прототипу. Напомню, что заявку можно подать и пройти диагностику до 20 сентября. 21 сентября пройдет фестиваль «Спорт плюс универ». Он открывает спортивный сезон Тверского государственного университета, а также приурочен к Международному дню студенческого спорта. Соревнования пройдут по 8 видам спорта. 24 сентября стартует лагерь «Актива». Трехдневный лагерь, который пройдет в детском центре «Компьютерия». Там наши активисты прокачают свои лидерские и коммуникативные качества и также представят свои проекты к защите. 24 сентября открывается клуб мышления в точке кипения Тверского государственного университета. В клубах мышления – это такая вот сетевая программа, образовательная программа, которая проводится опять-таки университетом 2035. Прокачиваются навыки развития методик и техник мышления. Всех ждем на наших мероприятиях. Насыщенная внеучебная жизнь – это прекрасно. Но хочется еще немного погулять, погреться на осеннем солнце. Стоит ли ждать бабье лето? Кать, в ближайшие дни не стоит. В ближайшие дни в Тверском регионе осень будет укреплять свои позиции. Выходные нас ждут достаточно сухие, но прохладные. Температура воздуха в дневные часы всего плюс 10, плюс 9 градусов. Ветер северо-восточных и восточных направлений в субботу – 3-4 метра в секунду, а в воскресенье усилится до 5-6 метров в секунду. Облачно с прояснениями. Солнышко мы с вами тоже увидим. Атмосферное давление 756-755 миллиметров тутного столба. С синоптической точки зрения, выходные наш регион будет находиться на южной периферии антициклона, области высокого атмосферного давления. А вот с понедельника характер погоды начнет меняться, и наш антициклон начнет теснить с юга циклон, область уже низкого атмосферного давления. Но хорошая новость заключается в том, что давление останется довольно постоянным практически до середины следующей недели. 756-755 миллиметров тутного столба. Выразится же этот натиск циклона в том, что небо плотно закроет облака и пойдут дожди. Поэтому резиновая обувь и теплая одежда – это вот такая необходимость, с которой приходится мириться жителям нашего региона. Температура воздуха с понедельника начинает понижаться. В дневные часы в понедельник всего лишь плюс 6 градусов, ну а затем до середины недели плюс 8 градусов. В ночные, благодаря плотной облачности, не такая большая разница – плюс 4, плюс 5 градусов. Ветер в понедельник и вторник довольно сильный – 7 метров в секунду, порывы до 17. Будьте внимательны и осторожны. В северо-восточных направлении. И, конечно же, не забывайте с собой брать зонтики. Всем удачи, хорошего настроения. С вами Тверской государственный университет. Спасибо, Наталья Евгеньевна. Вот так насыщенно мы открыли 10-й – юбилейный телесезон нашей программы. Какие сюрпризы принесет этот учебный год, смотрите в следующих выпусках университетского хронографа. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok